Организаторы соревнований постарались, чтобы турнир прошел зрелищно, на высоком уровне. Приглашения для участия в нем получили сильные команды по своему потенциалу, не уступающие хозяевам площадки, игрокам Кузнецкого Рубина. Но подопечные Александра Курташкина смогли переиграть всех своих соперников. Торнадо из Волгоградской области было разгромлено со счетом 11-1. Упорная юность из Татарстана также ничто не смогла противопоставить Рубину, пропустив семь шайб и лишь раз огорчив вратаря хозяев. Сложности возникли в стартовом и заключительном матчах турнира. Оба раза соперником Кузнечан был Волгарис Тольятти. На предварительном этапе Рубин переиграл команду из Самарской области с минимальным счетом 3-2, что позволило Кузнечанам занять в группе первое место, а тольяттинцам второе. В итоге обе команды вышли в финал. Борьба на площадке шла равная, но длилась она ровно 10 минут. На исходе первого периода тренер Волгаря отказался продолжать матч, уведя команду в раздевалку. В итоге волжанам, согласно регламенту, было засчитано техническое поражение со счетом 5-0. Кубок главы администрации был вручен Рубину. Лучшим вратарем турнира признан Антон Зюзен. Этот сезон для стража Кузнецких ворот вообще выдался удачным. Он попал в поле зрения селекционеров ведущих российских команд. У меня был турнир еще в Питере. Я играл за Витязь в Подольск. Я занял первое место и получил лучшего уритаря.